Доброе утро Вы знаете уже, что я переехала И сегодня я вам покажу Один день На моем новом месте Приснеть жених своей невесте Пошли умбаться У меня появилось много странных для меня Правильных привычек Например, я каждое утро встаю и заправляю кровать Обязательно И даже если мне очень сложно встать Я все равно встаю и иду умываться Вот, обязательно Никаких отговорок Это реально, это заряд просто бодрости на весь день 100% гарантированный А еще, конечно, очень важно высыпаться Потому что с очистителем воздуха Это стало гораздо проще делать Зачем я это сделала? Я стала перед мытьем головы Постоянно расчесывать волосы Пока они сухие Зачесываю все выпавшие за день И еще у меня тоже есть пунктик Я все время умываюсь То есть лицо, зубы Отдельно перед душем Я не знаю, почему я так делаю Но мне так реально удобнее Кстати, хочу вас познакомить с Herbal Essences Это натуральный бренд в России Для восстановления натуральной красоты Твоих волос Herbal Essences на 90% состоит из натуральных ингредиентов А также содержит в себе антиоксидант гиститин А еще в нем 0% парабенов, красителей, парафинов И да, качество всех растительных компонентов Оттверждается королевским ботаническим садом Кью в Лондоне На самом деле я в восторге от Herbal Essences Потому что просто посмотрите на мои волосы Посмотрите на то, какие они блестящие, мягкие И это видно через камеру Я это чувствую и знаю А самое удивительное сейчас для меня То, что на моих волосах два продукта Это шампунь и бальзам Эта линейка называется с марокканским органовым маслом Вот она, такая синенькая Обязательно заскриньте и просто попробуйте Самое классное, что у них бомбический запах Он какой-то очень нежный, сладкий, приятный И он у меня реально ассоциируется с Лондоном В общем, это просто потрясающая косметика Также для себя, как для человека Который экспериментировал со своими волосами миллион раз Что я только не делала Я была и блондинкой Я и вот с такой корешкой ходила И мелировалась, и красилась потемнее Я поняла, что самое красивое то, что у нас есть Это то, что нам дано природой Потому что вот этот цвет, это мой цвет И я его полюбила тогда, когда стала за ним ухаживать Когда я стала его ценить И когда я просто стала следить За своей естественной красотой Которую мне дала природа Вот и все А еще побежали скорее Мне приехала посылка из Зары Я заказала позавчера, чтобы вы понимали И уже все пришло У меня объективчик Я знаю, что вам сейчас не нравится звук, который вы слышите Я знаю, поверьте мне Но я ничего не могу поделать Потому что Нет, я могу, конечно, поделать Но я еще не могу себе позволить купить камеру Если вы знаете, какую классную влоговую камеру Используют ваши любимые блогеры Напишите мне это, пожалуйста, в комментариях А я пока что выбираю Ну так вот, приступаем к распаковкам Все распаковки я сейчас осуществляю с помощью перчатки Саму коробку я трогаю ей А вещь трогаю другой рукой уже Я знаю, что там Саму вещь я достаю уже чистой рукой Потому что ее запаковали вчера А со вчерашнего дня Всякие вредные микробы уже от нее ушли Это платьишко из Зары Она такая милая Вообще, очень многие магазины Сейчас сделали очень классный возврат В том плане, что Например, я уже заказывала вещи из Зары И я уже их возвращала Деньги мне, правда, пока не вернулись Но возврат был удобный Моя первая кожаная Настоящая кожаная куртка Она пахнет, как сумка за миллион долларов Рубашечка Еще одна рубашечка Еще одна кофточка И две пары штанов В двух размерах Потому что я буду мерить и выбирать, что мне больше нравится В онлайн-шопинге все идеально Кроме того, что я сейчас здесь вещей набрала По-моему, на Блин, 30 тысяч рублей Если не больше И я их взяла С условием, что я их верну Потому что Я прям уверена, что мне там не подойдет Я взяла два размера джиз, чтобы померить и отправить Взяла две рубашки, которые Я вообще не уверена, что мне подойдут Но я сейчас в таком хорошем настроении Что мне страшно от того, что мне все понравится Ненавижу Опережаю ваши слова То, что я сейчас померю вещи на себя Потом их отправлю обратно Я никого этим не подвергаю опасности Перчатку надо сейчас выкинуть Никого не подвергаю опасности этим Потому что Вещь, во-первых, я запаковываю от себя в коробку Там через несколько дней за ней приходит курьер Курьер пока ее увозит Довозит до склада У нее уже все бактерии Пропали, они как бы изолировались Они никого не касались Причем коробку запаковываю хорошо Еще скотчем Потому что там документы нужно положить И в общем Все супер безопасно Онлайн-шоппинг это кайф Давайте мерить Господи, девочка, сколько тебе лет? Короче, куртка Она просто идеальная Это просто капец Это куртка мечты Она идеальная у меня по длине рук Она идеальная у меня по длине всего Она идеально спадает с плеч Карина Нигай Я тебя люблю Блин Эту куртку Я советовалась по поводу этой куртки с Кариной Потому что я выбирала между несколькими вариантами И она сказала, что эта куртка Типа это супер универсальный вариант Она говорит, единственное, бери самый большой размер Чтобы она на тебе прям была точно оверсайз Карина Я тебя люблю Это лучшая куртка в моей жизни Она просто офигенная Она дорогая, капец Извините, но для Зары 12 тысяч рублей Ёшкин дрын Но она это кожаная Типа Она пахнет дорогой сумкой Она пахнет, как будто она куртка Ну, типа не из Зары, знаете Реально круто пахнет, дорого Капец, мне так нравится Платье на самом деле сомнительное Ну, такое Типа, знаете Красиво выглядит в самом образе Но если его брать просто отдельно Куртка просто лучшая Но если его брать отдельно Ну, типа, девочка, сколько тебе лет? Настроение платья то ли для детей То ли для беременных Напишите в комментариях, как вам платье Вернуть его или оставить себе Потому что я не понимаю Оно классно смотрится в образе Но отдельно оно реально выбросительное Очень Для беременных Окровенно говоря Это просто ужасные джинсы Просто ужасные Ими делают какой-то нереально огромный Что это за трэш Коротконогой Рубашка в целом мне нравится Очень Очень красивый цвет Очень мне идет На рукава Он реально короткий Объективно Посмотрите У меня рукав должен вот здесь Типа заканчиваться Это было бы красиво А у меня заканчивается здесь Хотя вам кажется, наверное, на камеру Что это выглядит Достаточно элегантно Но он нереально мал У меня есть советчик Это Ася Она всегда У меня Не могу Мне нужно влог снимать Постоянно У меня всегда Все мои разборы Всякие заказы Из Зары Мы просто кайфуем Их рассматривать Заказывать вместе И вообще Просто наслаждаться Этим процессом Короче Она идеальная Кофта по цвету По ткани Типа Мне реально Очень идет Но Мне нравится то, что Видите здесь На пуговицах Вот И здесь Просто свисает Это реально Выглядит очень необычно Но рукав Ну извините Ну куда такое Поменяла джинсы на свои И кажусь Уже не такой толстый Короче Кофта Смущает в груди Я шо по-вашему Такая груда Стоит чешо Не Выглядит круто На камере На телефоне Но в жизни Вообще Непонятно Так знает Голосуйте Реально Я еще не сдам вещи На момент Когда выйдет Это видео Так что Я жду Ваших Откликов Мне будет Очень приятно Узнать Ваше мнение Со стороны Короче Настроение Немножечко Грустненькое Я очень ждала Этой кофты И очень Мне не нравится Моя губа Как карантин Закончится Буду вот это Умирать Вот вам рассказала Вот так Вот так хочу сделать Сразу Красивую буду Для меня Для меня Это колоссальная Разница Извините В мои 23 года Я вижу Огромную разницу Короче Кофта Я ее очень ждала Из Зара И Я видела У многих Инстаблогерш Она мне очень Понравилась Как выглядит На них Сейчас на мне Вообще не нравится Как выглядит На мне Даже если Ее заправить По-всякому Все равно Она как будто Я ее сперла У деда Я понимаю Что это Как бы Такой стиль Но она Не выглядит Типа дорого Она выглядит Супер Дешево На мне Мне она вообще Не подошла К сожалению В общем Вот такой у нас С вами получился Шоппинг Получается Что я сдаю Все вещи Кроме Этой куртки И может быть Платье Сейчас еще Подумаю о нем Не уверена Сейчас буду Заполнять документы Прямо на сайте Зары И все На самом деле Онлайн шоппинг Это очень удобно Мне очень нравится Я вообще Кайфую страшно От него Особенно сейчас В период пандемии Я понимаю Что я еще долго Не буду ходить По магазинам Прямо именно Чтобы это был Такой полноценный Шоппинг Поэтому Я очень часто Пользуюсь С всякими Такими сервисами И заказываю Себе Разного Брахлишка Поэтому Наверное На вещи На дом Я потратила Уже очень много денег Например Вот эти пахучки Вот эти свечки Я все это заказала И Мне кажется Что если бы Не карантин Я бы не сидела Столько дома И мне не хотелось бы Так все обставлять Вот Ну и конечно Мы подходим Плавно к тому Что я переехала И наконец-то Я живу В месте В котором Мне не стремно Что-то куда-то Подвинуть Наверное Это можно так сказать Потому что Когда Я жила У Вадима Мы жили в квартире Его бабушки С дедушкой И там были Везде их вещи И Ну у меня Была какая-то Такая потребность Но в тот же момент Я поняла Что это не мой дом То есть Мне очень хотелось Что-то обставить Как-то там Сделать классным Уютным Я понимала Что это не мой дом И как бы Я не могу так сделать Просто А сейчас У меня как будто Просто вырывается Истинная Я наружу И Я уже приобрела Себе очиститель воздуха Который стоит Тумбой посреди комнаты И мне за это Не стыдно Так вот Дальше У нас с вами По плану на день Я там наследилась Сейчас будем убираться Сделаю маленький Румтурчик Может быть И нужно заказать Сейчас мы с вами Закажем курьера Короче Вы знаете Что у меня мама Жаболела И поэтому Я не могла Никакие вещи От нее Привезти И вот сейчас Мам Я сейчас Закажу курьера Чтобы Беговую дорожку Привезти Я закажу курьера С грузчиком Так что Имею ввиду Жди звоночка Вы не представляете Как я соскучилась По ходьбе Так как мама Болела Я не стала рисковать И не перевозила вещи И вот наконец-то Все хорошо И я могу Со спокойной душой Перевезти Свою беговую дорожку Вы не представляете Как я соскучилась Я очень хочу ходить Вот здесь Видите дальше Оставшееся место Этого Передвинено в другое место А вот здесь Поставлю беговую дорожку Буду смотреть телевизор И ходить По ком будет ехать Как раз пропулесосим С вами Вообще На самом деле Я никогда не жила В маленькой квартире Ну как маленькой Относительно Сколько на метров пятьдесят И Всегда Ну типа раньше Я жила с мамой Или я жила В очень большой квартире С Вадимом Когда я жила с мамой Там были типа вещи ее Вещи Вероники И как-то убираться Вообще не было Энтузиазма И желания Когда я жила с Вадимом Там была опять же Куча немых вещей И плюс Квартира была большая И ее реально убирать Это просто с ума сойти можно Еще и пылесос был Ну типа старый Тухлый Тяжело было убираться А сейчас Тут белый пол И вы не представляете Какое я испытываю наслаждение Когда я его мою Когда я его пылесошу Когда я что-то протираю У меня это не очень часто получается Потому что много работы И слава богу, что много работы Это намного лучше, чем Чистая квартира Но я такое получаю удовольствие от уборки И для меня это так странно Я 23 года жила И была уверена, что я свинота Которая не любит убираться Потому что Ну мне не нравилось убирать Оказывается Сначала не свои вещи Потом в большой квартире Сложно просто Ну пылесосом Которая не пылесосит Опять повторюсь И всякие короче Такие вещи И она еще темная была Там реально Убирайся, не убирайся Не видно ничего было Огромная квартира В которой не хочется убираться Потому что там И так въевшаяся грязь А сейчас я кайфую Не представляете Я обожаю убираться И это факт Который я открыла в себе С огромным удивлением Просто обожаю Сказала я И тут такой срач Срач всегда Когда я работаю А я сейчас что делаю? Я работаю Я работаю На самом деле, если во время карантина дома убираться каждый день, то проблема лишнего веса вообще не будет проблемой, потому что просто не будет. Спорт, девочки. Смотрите, какое небо красивое. Я увидела, а сейчас с ума сошла. Оно прям магическое какое-то. Круза, да? Как будто там какие-то чудеса. Красотища. Мне порой вот такое небо какое-то нравится даже больше, чем любоваться просто синеньким. Оно фантастическое. Я примерно вот так провожу. Ну, суммарно, может быть. Минут сорок в день. Стабильно. Просто залипаю в окошко. Оно чуть-чуть приоткрыто, видите. И дышу так. Так хорошо. Так классно, так спокойно. Умиротворенно. Я научилась, знаете, делать одну штуку, которую я никогда не делала раньше, но мне это нужно было. Я научилась останавливаться в моменте. Мы очень часто гонимся абсолютно незачем. Мы просто бежим, делаем какие-то дела, одно за другим делаем, делаем, делаем. И забываем насладиться моментом, который у нас выдается. Мы же всё, что мы делаем, мы делаем, чтобы получить какое-то удовольствие в какой-то степени. И мы забываем зачастую наслаждаться моментом. Мы это вспоминаем потом. Ностальгируем, думаем об этом. А в моменте мы этим просто не наслаждаемся. Мы как будто это упускаем мимо. И я стараюсь сейчас все чаще и чаще просто останавливаться. Вот, остановись. Подожди. Вдохнуть так несколько раз, осмотреться вокруг, посмотреть на время, посмотреть на себя. Сейчас. Посмотреть на мир как бы со стороны. Извиняюсь, что вы съехали. Посмотреть на мир со стороны. И это так круто. Это так классно. Вот как будто бы послушать тишину, которая на данный момент происходит. А ещё я понимаю, какую огромную роль играет внешний вид. Вот я сегодня с утра встала, пошла, умылась, сделала себе причесочку. Я себя так чувствую просто прекрасно. И мне хочется столько всяких дел переделать. Короче, ко мне приехал курьер. Привёз беговую дорожку, которую я прям выжидала, чтобы на всякий случай там ничего не случилось. Чтобы курьер его просто привёз спокойно и всё. Чтобы вы понимали, он приехал с охрипшим голосом, осипшим, у него почти нет голоса, без маски и перчаток. Я просто в шоке. Это просто жесть. Я извиняюсь, но он ехал 20 минут, ну типа путь его занимал. За это он получил 1350 рублей. Это просто офигеть. И что из 1350 рублей тебе жалко потратить, блин, 5 рублей на маску и на перчатки. Ну если, да, сходить из того, что он как... Не одну пару. Короче, если он надевает, это просто в течение дня ходит в этом всё. Какого хрена? Это вообще жесть, я считаю. Всё, буду звонить службу поддержки, потому что это просто офигеть. Это моя цветная капуста, сейчас буду кушаться. Итак, теперь с курьером решили, мне сказали, что мне дадут обратную связь. Я не так много ещё провисела, минут 10, наверное. Не так много. Ну вот. Не знаю, принципиально всегда так выступаю, потому что... Ну реально, этот урод, вообще непонятно, что с ним. Заразный он, не заразный. Может, у него такой голос просто. А может быть, он реально болен. И вот, типа, то, что мы сейчас доставили эту дорожку, я сидела полтора месяца, и что, и я сдохну в конце концов, потому что я с мазикой. Не, я понимаю, что у моей проблемы, да? Типа, нефиг курьеров заказывать. Но всё-таки, если это служба, которая гарантирует, что их курьеры в масках, перчатках и всё безопасно, ну давайте уж играть в эти игры до конца тогда. Итак, мне нужно выбрать песенку, которая будет в этом влоге. Я вам дам послушать маленькие кусочки. Следующий. Упсинь да. Вот этот ещё приколе. Это как будто заставка из сериала какого-то, знаете? Типа, не родись красивой. Очень нравится начало. Не могу, мне так нравится этот композитор. Это какая-то просто магия от того, что он делает. Вы чувствуете? Это реально намёк на вторую половинку. Очень конкретный. Но это правда. Это реально вторая половинка. Я сразу вам говорю, что я не скажу композиторам. Я не скажу, где я беру эту музыку. Хочу, чтобы это осталось моим секретом. Но пока что на данный момент я не хочу так делать. Может быть, когда я стану супер-мега-классной и популярной девчонкой, я об этом расскажу. Но пока что это реально, это настолько... Я счастлива, что я нашла это место. Но это не в России. Это иностранный сайт. Но мне прям, реально, кайф. Мне так нравится. Это реально, это супер-классно. Представляете, какой это вайб. Это реально вайб просто. На самом деле, поиск музыки, это очень сложно, потому что она очень дорого стоит. Я считаю, что эти деньги, которые я потратила на вторую половинку, это, конечно, ненормальная стоимость. Потратить 30 тысяч рублей на музыку, на то, чтобы я использовала, как бы могла монетизировать блог. Я это делаю, потому что мне очень не нравится, когда в видео у многих популярных блогеров использована музыка, которая просто валяется без авторских прав. Я реально пролистываю это. Друзья, не ругайтесь. Возможно, я это делаю, потому что, как бы, я знаю, знаете, типа, какая из этих песен, она без авторских, потому что она популярная, и ее многие используют. Но меня это так бесит. Особенно у популярных людей, которые реально с каждого своего там блога дофига монетизируют. Почему вы не можете потратить, вот, один раз найти какой-то супер свой трек и делать под него офигенные видео? Мне очень нравится Black & White Team. Это автоблогеры. Мне нравятся просто их видосы. Я не особо даже помню, что у них там по содержанию. Мне просто нравится смотреть их видео, чтобы они были на фоне. Я не один раз засыпала под них. И мне просто нравится музыка, которая у них во всех влогах. Это просто отличительная черта. Я могу не знать, о чем влог, что там происходит и кто эти люди, но эта музыка, это сразу типа ассоциация. Это очень круто. Все, оплатила вот эту музычку. Которая в начале. Теперь собралась, оделась. Нифига себе. Сейчас одену маску, перчатки и пойду выкидывать мусор. Вон, накопилось. Тут будь здоров. Я не знаю, откуда у меня столько мусора и почему я такая свинья. Я не понимаю, откуда столько берется. И если честно, нету даже желания использовать слово бегать по отношению к себе сейчас. Потому что, ну, я извиняюсь, но я и бегать вообще говорим на разных языках. Мне бы вспомнить, как ходить. Я тут хожу, гуляю ножками прям. Так странно двигаться. Я реально боюсь быстро идти, потому что я не помню, как это. Я сегодня похожу просто, как человек. Это ж потеплее оделась. Просто похожу, попередвигаю ногами. А завтра уже поактивнее. Если встану. Короче. Я вчера прошла 3 километра и пробежала. В первый раз в жизни, наверное, я пробежала еще один километр. Сейчас буду приходить в себя и возьму вас с собой, еще с собой на день. План на день такой. Сейчас снимаю видео для Инстаграма. Сразу же его смонтирую. Сразу же его выставлю, как только это сделаю. Делаю видео на Ютуб. Тоже в монтаже. После этого или до, или после. Ой, сложно. Наверное, не знаю. Но, в общем, еще обязательно нужно побегать и провести себя в порядок. Хочу снять видео на тему того, как можно такую кофту сочетать, стилизовать с разными вещами. Потому что она сейчас типа топ-супер в тренде. Вот с такими плечиками. Еще было бы идеально, если бы плечо стояло. Но это будет когда-нибудь в моем бренде. Здесь такого нет. Я сняла видео, наверное, часа в два дня. Сейчас 16.53. Все это время я его делала. Да, я отвлекалась бесспорно. И кофе попила. И отвлекалась на телефон. Но я думала, что я его сейчас сделаю за 15 секунд. И выложу быстренько в Инстаграм. Еще я замерзла. Но я не одеваюсь, чтобы поторопить себя таким образом, чтобы мне поскорее уже хотелось закончить и одеться. Кстати, классный метод. Он еще и бодрит. Потому что если ты сильно замерз и ты хочешь одеться как-нибудь потеплее и уютненько, ты сразу начнешь засыпать. А так еще продержишься. Смотрите, какой ужасный срач развелся. От того, что я снимала это маленькое видео. И я его снимала суммарно 10 минут. И вокруг просто развелось непонятно что. Пальма начала двигаться. Принтер туда все, туда все. А еще я сейчас буду заниматься спортом. Переоделась уже в форму. Блин, у меня ноги меняются каждый день. Я вообще их не понимаю. Прохожу сейчас марафон у Ани Конюк. Месяц буду тренироваться по ее тренировкам. У меня сегодня третий урок. Ноги, растяжка, подкачка, сложный. Вчера делала тренировку, которая типа фуллбоди просто. А это фуллбоди про. Фуллбоди простая. Она... Вот ты вроде занимаешься, тебе кажется, что ой, да так все легко, вообще все так дается. Все вообще с легкостью выполняешь. А на следующее утро тебе так все болит. Это просто капец. Идеально. Я узнала про новую воду. Называется она Кельтик. Шелтик. Челтик. Я не знаю, как это читается правильно. Но теперь если на французский лад, то Кельтик. Она очень вкусная. Прям офигенная. Слушай, приступаем к тренировке. А там так не русский. Снимите тренировку максимальной силы. Хочу сказать, что у Ани как бы программа сложная, но она достаточно легкая в выполнении. Мне реально легко выполнять тренировки. Но я понимаю, что я горю, что у меня повышается температура тела. И прям кайф. Помните, пока я твала в инстаграме коробку с масками? Это их вот столько осталось еще. Не знаю, что делать сегодня. Хочется вот это почему-то. Что тут? Sparkle pearls. Что тут она делает? Выравнивает тон, возвращает коже яркие и ясные цветы лица. Отлично, она нам подходит. Все свои корейские масочки я заказываю либо у Purpore Beauty, либо у Milky Shop. У них достаточно разные эти ассортименты. И она после душа такая фреш. Ой, она такая жидкая. Тут столько влаги. Смотрите, она капает, вы видите? Капец. Сколько влаги. Сколько маски еще внутри. Капец. Ну вы шо? Куда столько с жидкостью? Шейная зона для меня, кстати, большая проблема. Я на нее все время наношу какую-нибудь маску или что-нибудь еще. Или косметику. И через раз забываю стирать. И я думаю, блин, а толку от того, что я на нее все время что-нибудь наношу? Может, я до этого такое хуже? Слушайте, маску, может, и хорошо увлажняет, но я вся мокрая в ней. Кстати, я делаю маски сейчас в домашних условиях. Наверное, 4-5 раз в неделю. 3-4-5, да, стараюсь так. Потому что, как бы, с одной стороны, правильно, есть теория, что если будешь много делать масок для лица, то у тебя естественный коллаген, там у кожи не будет так вырабатываться и так далее. Но в тот же момент мы реально сидим дома, мы не вылезаем. И погода плохая, сухая. И поэтому нужно просто помогать коже, чтобы не было заломов потом, когда ты выйдешь на улицу. Понятно, что когда ты пойдешь гулять, у тебя от солнышка, от воздуха, и от лица нормализуется, и все станет лучше. Но себе нужно помогать. В рот лезет неудобно. А еще мне захотелось приготовить себе кашу. Здравствуйте. Блин, грязные посуды, это жесть, ненавижу. Но и мыть посуду, в посудомойку загружать, для меня это лучшее. Пылесосить и посудомойку загружать. Лучшее, что можно сделать дома. Короче, моя каша. У меня на самом деле очень большой выбор каш. Все мои бокали ее. Тут что только нет. И овсяная, и овсяная вот с чем-то еще. Вот ее и хочу, кстати. Овсяная с пешеничными отрублями. Еще есть яичневая каша. Это еще в детстве ели. Эти макароны просто обожаю. Называются Орза. Они как ризотто. Их делают со сливочным соусом, просто что-то с чем-то. Обязательно увидите, попробуйте. Блин, все время мне не хочется открывать кашу. Я ее так редко ем. У меня так уже две коробки открыто. Ну, блин, хочется. Это не яичневая, это ржаные хлопья. Сейчас их приготовлю. Блин, ржаные хочется съесть солеными. Этот период в жизни женщины, это невозможное что-то. У вас тоже с коридином запасы заморозки стали какие-то нереальные. Вот эти вот хрени. Я одна заказывала коробку. Да, я очканула, когда все началось. И я на Азоне заказала огромную коробку макарон. Ну, вы видели. Каш и этих всяких тунца в банке. Икра типа баклажановая. Не, ну как бы по-любому я это съем, правильно? И у меня на тот момент были на карте денежки, которые я могла на это спустить. Поэтому вложилась в свое питание стопроцентное. На черный день, можно сказать. Отложила не деньгами, а едой. Беру кастрюлечку. Беру свои хлопья ржаные. Кстати, мешать те в разные виды хлопьев тоже очень прикольно в каше. Попробуйте. Полстакана каши. Водички в два раза больше, чем хлопьев. Заливаем. Enough. И сюда сейчас добавлю щепотку соли и щепотку сахара. Не знаю, какая у меня по итогу каша нужна будет. Я ее захочу съесть с вареньем, с сиропом. Или просто так съем. Или сахар в нее добавлю. Не знаю. А добавляю щепотку того и того, чтобы вкус раскрылся именно этих хлопьев. После тренировки Ани я сразу пошла в душ. И сейчас я сижу и понимаю, что у меня реально очень забились мышцы попы. Хотя, казалось бы, мы попу вообще не качали именно. Сидели к плие. И шо? Это то, что попа должна забиться? Казалось бы, нет. А вот оказалось, что да. Готово! Она офигенная, ребят. Просто офигенная. Я решила ее добить сахаром. Хочу очень сладкую ее. И добавила сюда бабушкиного варенья. Дофига. Я так объелась. Я так увлажнилась. И мне так хорошо. Что я не хочу ничего вообще. Волосы офигенные. После Herbal Essences волосы просто бомбовские. Вот не знаю, почему. И как это вообще возможно. Я когда купила этот шампунь, я была уверена в том, что он, знаете, ну такой тип, как, ну не знаю, обычный дешевый шампунь. Я же пользовалась очень большим количеством всяких салонных там и так далее. И, блин, этот сейчас прям вообще украл мое сердечко. Мне прям от него очень хорошо. Волосы реально кайфуют. Интересно, а много блогеров так сидят? Натуральные, ненакрашенные перед камерой. И не стесняются этого. Это морщина. Это возраст. Ой, ой, все. Ой. Ладно, хочу вам сказать спасибо за то, что вы посмотрели это видео до конца. Мне очень приятно. Смотрите какое-нибудь видео классное из тех, которые сейчас выназадят. И спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на меня в Инстаграм, главное, не забывай. И пиши приятные комментарии. А еще вот так вот сделай на этом видео. И, конечно же, подпишись, там колокольчик поставь. Спасибо. Пока! Пока!